Дух леса. Когда они спустились по лестнице и разложили у подножия дерева походные кровати, Джон долго тер себе лоб и сказал, обращаясь к своему спутнику. «Знаете что, господин Саботье, я больше не могу. Если мы пробудем здесь еще неделю, я совершенно обалдею от этого старика. Вы не правы, Джон. За этот месяц мы узнали столько интересных вещей, столько не узнать за годы. Фессор поделился с нами только небольшой частью своего опыта, но и этого было бы достаточно, чтобы поразить весь ученый и промышленный мир. Знаете ли вы, что за самое незначительное открытие Фессора любой фабрикант не пожалел бы миллиона? Некоторые из его открытий похожи на взрывчатые вещества необычайной силы. Они могут перевернуть вверх дном целые области промышленности и создать совершенно новые. «Все это так грандиозно, что я не в силах разобраться в этом необычайном богатстве. Подумать только, что оно оставалось неизвестным миру целых 15 лет и останется неизвестным», — отозвался из темноты Джон. «Этого не должно быть», — серьезно ответил Саботье. «Мы попытаемся уговорить Фессора уехать вместе с нами. Мы захватим часть его коллекции и его самого. Едва ли он согласится на это», — возразил Джон. «Как бы там ни было, нам пора собираться в дорогу. Скоро начнется период дождей». Они замолчали, погруженные каждый в свои мысли. Саботье думал о возможной эксплуатации клада Фессора, Джон же о своем магазине. «Однако пора зажигать костер и ложиться спать», — сказал Джон. В этот момент легкий скрип дерева привлек их внимание. Они насторожились, но даже тонкий слух охотников не мог сразу определить, откуда исходит звук. Уловить его направление в самом деле было нелегко. Можно было подумать, что во тьме тропической ночи к ним спускается звездный кусочек Млечного Пути. Джон увидел кучу звезд, которые горели спокойным, мягким фосфорическим светом. «Что за наваждение?» — воскрикнул Джон. «Конечно, тут не могло быть ничего сверхъестественного. Млечный Путь не мог скрипеть легкими перекладинами лестницы. Среди тишины ночи послышался короткий смешок Фессора. «Лесной дух спускается к вам», — сказал Фессор. Когда он спустился, Саботье и Джон не могли не вскрикнуть от удивления. Весь балахон Фессора сиял фосфорическими пятнами. «Не дурной маскарадный костюм», — сказал улыбаясь Саботье. «Вы угадали. Это мой маскарадный костюм», — ответил Фессор. «Помните божью коровку, содержащую синюю жидкость?» «Эта жидкость фосфорицирует ночью». «Я намазал ею костюм и превратился в созвездие, гуляющее по тропическому лесу». «Но зачем вам этот маскарад?» — спросил Саботье. «А вот зачем. Каждое светящееся пятно напоминает своей формой тело какого-нибудь фосфорицирующего ночного насекомого. И насекомые летят на мой костюм. Светящиеся пятнышки покрыты легким слоем клея, и насекомые садятся на эту приманку. Таким образом, гуляя по лесу, я в то же время ловлю насекомых. Как видите, я весьма упростил свою работу. И, пожелав гостям спокойной ночи, фессор удалился, словно блуждающий огонек, то появляющий, то исчезающий среди кустов. Когда утром фессор вернулся, он уже не был похож на кусочек звездного неба. Весь его костюм был сплошь покрыт прилипшими за ночь насекомыми. — Хороший улов! — весело приветствовал он Сабатье. — Вы прямоходячая коллекция, господин фессор. Не хотите ли чаю? — Сейчас только освобожусь от насекомых и приведу в порядок костюм, — ответил фессор, поднимаясь по лестнице. Когда фессор вернулся, Сабатье налил ему кружку чаю и сказал — Дорогой фессор, мы хотим похитить вас. Скоро наступит период дождей, и мы отправимся в путь. Желаю успеха. — А вы? — Мне и здесь хорошо, — решительно ответил фессор. — Неужели вы не испытываете никакого желания вернуться к людям? — спросил Сабатье. — 15 лет как будто достаточный срок для научной экспедиции. Вы только подумайте, какую сенсацию произведут ваши возвращения и открытия. Ваше имя станет известным во всем мире. Сабатье пытался играть на струнке тщеславия, но эта струнка уже не вибрировала в душе фессора. Здесь есть кое-что поинтересней газетной шумихи. И подумав, фессор добавил — Нет, я не могу оставить леса. Но что вас удерживает? Мертвая голова, та самая бабочка необычайного вида, которую я встретил в лесу 15 лет назад. Я думал о ней дни и ночи, искал ее все эти годы, но не мог найти. До тех пор, пока ее не будет у меня, я не уйду из этого леса. Но поймите же, рассердился Сабатье, вы сами давно превратились в мертвую голову, упрямый вы человек. Но какая польза от всех ваших открытий, если о них не знает ни один человек на земле? Что толку от всех ваших коллекций, знаний? Не сегодня-завтра вас может съесть ягуар, проглотить удав. Наконец вы умрете естественной смертью и унесете в могилу все сокровища. Вне общества, без людей, ваше существование бесцельно, ему грош цена. Наука для науки, это игра в бирюльки, чепуха, бессмыслица. Вы должны подумать о своем долге перед обществом, без которого вы были бы бессловесным животным. Сабатье говорил долго, и Фессор, видимо, начал склоняться на его доводы. Наконец старый ученый, опустив голову, сказал. Хорошо, я поеду с вами, но только для того, чтобы вернуться сюда во главе хорошо оборудованной экспедиции и закончить свои работы. Мы, конечно, заберем с собой мои коллекции. Ну, разумеется, ответил Сабатье, подумав, только бы его вытащить отсюда. Дожди стали выпадать все чаще, и маленькое общество начало деятельно готовиться к отъезду. Однажды Сабатье, бродя у берега вздымавшейся реки, обратил внимание на валявшиеся стволы железного дерева. От них исходил крепкий аромат. Такому дереву позавидовала бы любая парфюмерная фабрика, сказал Сабатье. Что если из таких деревьев сделать плод? Фессор покачал головой. Это дерево сыграло уже со мной скверную шут, ответил он. Оно не будет держаться на воде. Плод надо делать из легкого бамбука. Скоро плод был готов. Он отличался довольно большими размерами. Джон устроил на нем поместительную палатку. Когда начались дожди, все трое переселились в палатку, ожидая момента отплытия. Коллекции еще находились в древесной хижине Фессора. Путники выжидали, пока небо прояснится, чтобы перенести огромное количество насекомых, не испортив их дождем. Фессор очень волновался и ежеминутно поглядывал на небо. «Кажется, проясняется», — сказал он однажды утром. Дождь перестал, проглянуло солнце, лес начал оживать. «Да, надо пользоваться случаем», — ответил Сабатье. Все поспешили к хижине. Вдруг Фессор громко вскрикнул и побежал, как безумный. «Мои коллекции, мой дом», — кричал он. Сабатье и Джон последовали за ним и увидели, что ветхий домик Фессора разрушен бурями и ливнями последних дней. У подножия деревьев лежала груда трухи в перемешку с высохшими насекомыми. Фессор в отчаянии бросился на останки своего жилища и начал ворошить мусор руками крича. «Мои коллекции, мой труд, моя жизнь!» Джон пытался оттащить старика, но он, казалось, помешался. «Оставьте его, пусть он немного успокоится», — сказал Сабатье, взволнованный горем ученого. Набежала туча, сразу стало темно, гремел гром, сверкала молния, ветер трепал верхушки деревьев и свистел в бамбуковой роще. Дождь вновь палил, как из ведра. Но Фессор не замечал ничего, в его настроении наступила реакция. Он сидел неподвижно, как маньяк устремил взгляд на погибшее сокровище. Сабатье нахмурился и, тронув ученого за плечо, сказал. «Вот видите, мы вовремя решили увезти вас отсюда. Но не печальтесь, вы вернетесь сюда, и тогда...» «Да-да». Фессор пришел, наконец, в себя. «Надо начинать сначала. Я вернусь с большой экспедицией, оборудованной наилучшим образом. Но нам надо спешить. Идемте скорее, Фессор». «Да-да, надо спешить. Работы много. Все сначала. Скорей же. Идем». Фессор торопил своих спутников. Он спешил к людям, чтобы скорее вернуться в лес. Этот лес поработил его душу. Сделался его стихией, его манией. Они пришли на реку как раз вовремя. Неожиданно прибывшая вода уже поднимала плот. Фессор ухватил шест и начал отталкиваться. «Не делайте этого!» – прикрикнул на него Джон. «Вы можете загнать острые концы плота в тину. Вода сама поднимет плот. Имейте терпение». Фессор покорно положил шест и вновь погрузился в мрачное молчание, устремив взор на мутные воды. Мимо него, как много лет назад, мчались стволы деревьев, трупы животных, пальмы. Но он, казалось, ничего не замечал. Только один раз его глаза загорелись мыслью. Путешественники увидали зрелище, которое могло привести в себя даже полупомешанного Фессора. По реке, мимо них, тихо плыл остров с десятком пальм и папоротников. Огромные орхидеи спускались к самой воде. В ветвях пальм прыгали и беспокойно кричали обезьяны. «Плавучий остров! Неужели это не мираж?» Воскликнул удивленный Сабатье. «Наводнение смывает целые группы деревьев», — ответил Фессор таким тоном, как будто читал лекцию в университете. «Случается, что такие острова выплывают в море, далеко от берега, и долго носятся по волнам. Сплетенные корнями деревья долго не распадаются. Многие мореплаватели встречали в океане такие плавающие острова. Здесь нет ничего». Он оборвал на полусловие и ушел в свои мысли, внезапно позабыв об острове. «Вот бы на таком острове совершить плавание», — сказал Сабатье. «Индейцы проплывают иногда на этих странствующих островах значительные пространства», — ответил Джон. «Я сам пускался в такие путешествия». Плод сильно качнулся, и его понесло течением. «Наконец-то ожил Фессор. Скорей бы, скорей! Столько работы!» И он снова замолчал, низко опустив голову. Джон посмотрел на Фессора, потом на Сабатье и тихо сказал. «Пожалуй, нам не следовало брать с собой старика. Смотрите, он совсем спятил». «Ничего, отойдет. Нельзя же было оставить его в лесу». «Удивительная история», — сказал французский консул в Рио-де-Жанейро, когда Сабатье окончил свой рассказ. Затем консул открыл шкаф, порылся в старых газетах, аккуратно сложенных в стопки, вынул пожелтевший номер и протянул Сабатье. «Вот, посмотрите!» Сабатье раскрыл газету. Она была 12 сентября 1912 года. На третьей странице была помещена заметка о гибели в лесах Бразилии французского ученого Мореля, написанной одним из его спутников по экспедиции. К статье был приложен портрет Человековач с гладко выбритым лицом. «Да, это он, наш Фессор», — сказал Сабатье. «Время сильно изменило его, но глаза те же». «Глаза человека не знают старости», — ответил консул. «И вы говорите, что он жив и здоров? Приведите его ко мне». Интересно взглянуть на этого нового Робинзона. Однако привезти Мореля к консулу было не так легко. Когда Сабатье вернулся в номер гостиницы, его встретил Джон, сильно расстроенный. «Опять ушел», — сказал Джон. «Этот Фессор совсем помешался, должно быть, от городского шума. Он бредит, говорит какие-то непонятные латинские слова, убежал в городской сад, прыгает по траве и ловит бабочек, а сторожа ловит его. Он собрал вокруг себя целую толпу. Я пытался его увезти, и сам едва ушел. Сторожа хотели отвезти меня в полицию. Они говорят, если это ваш помешанный, то вы должны за ним следить и не выпускать его из дома. Нечего сказать, хорош, сделали мы находку. Я говорил вам, что не надо было увозить его из леса. На него повлиял слишком резкий переход от одиночества в лесу к жизни большого города. Ему, вероятно, придется полечиться, но я надеюсь, что постепенно он придет в нормальное состояние», — сказал Сабатье. За окном послышался шум, и они услышали голос Мореля Фессера. «Зачем вы преследуете меня? Что вам от меня нужно? Не мешайте мне, я ищу мертвую голову!»